Мы продолжаем готовить цикл телевизионных сюжетов о самых знаковых событиях, которые произошли в период с 1991 по 2021 годы. Сегодняшняя рубрика «Хроника независимости» посвящена 1993, когда в стране приняли первую конституцию, ввели в оборот национальную валюту и провели делимитацию государственных границ. О поистине исторических решениях Дина Расабитова. Одной из самых главных задач для молодого и независимого государства была правовая защита национальных и территориальных интересов на государственных рубежах. Именно с этой целью 13 января 1993 года были приняты законы о государственной границе и пограничной службе Комитета национальной безопасности. С этого дня был заложен прочный фундамент национальной безопасности, а граница нашей страны обрела целостность, неделимость и неприкосновенность. В этом большая заслуга первого президента Нурсултана Назарбаева. Он завоевал доверие не только прежнего советского руководства, но и это доверие также руководства союзных республик бывших СССР. И вот это взаимное доверие, я считаю, что здесь и его личное качество сыграли большую роль в том, что он, как говорится, сумел наладить отношения и независимость сегодняшних наших границ. Остро стоял вопрос и о защите прав каждого гражданина. 28 января 1993 года на 9-й сессии Верховного Совета была принята первая Конституция Суверенного Казахстана. В ней было 4 раздела, 21 глава и 131 статья. С этого момента казахский язык официально был назван государственным, а южная столица получила свое нынешнее название Алматы. Конституция 1993 года стала надежным гарантом независимости, стабильности и процветания нашей Родины. Конституция Казахстана впитывает в себя лучший мировой опыт, исторические и национальные традиции вносит свой вклад в укрепление позиций нашей независимости и сохранение единства в обществе. Главный закон страны является гарантией того, что мы сможем непрерывно развиваться. Небывалая инфляция, подорожание цен на продукты питания и другие экономические проблемы требовали незамедлительной реформы валютной системы. 15 ноября 1993 года можно назвать красным днем календаря. В этот день в Казахстане ввели национальную валюту – тенге. С этого момента начинается отсчет нового переломного по своей сути этапа в становлении развития подлинно независимого государства Казахстана. Такие события происходят в истории каждой страны только один раз. Все мы должны проникнуться пониманием необходимости и чрезвычайности обстоятельств и мотивов введения своей национальной валюты. В этот же год были стерты границы между странами и талантливая молодежь получила возможность бесплатно обучиться за рубежом. 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан была учреждена международная стипендия «Булашак». Это решение помогло повысить качество образования и восполнить дефицит кадров, в которых так нуждалась молодая республика. За все время существования программы обучения в лучших учебных заведениях мира получили свыше 11 тысяч казахстанцев. Из них почти половина изъявила желание отучиться в Великобритании, четверть – в США и Канаде, остальные – в странах Европы и Азии. С распадом Советского Союза многие вопросы остались нерешенными. Среди них и экологическая катастрофа на Аральском море. В 1993 году по инициативе Нурсултана Назарбаева создается Международный фонд спасения Арала. С того дня была проделана огромная работа по решению социальных и экологических проблем региона.